Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первого послания Коринфянам, первоверховного апостола Павла, и сегодня мы будем читать как бы центральную главу этого послания, и не только этого послания, но и всего библейского откровения. Это гимн любви, который раскрывает нам суть закона Христова, то есть тот путь, который называется наисовершеннейший, который выше всех даров, всех чудес, всех познаний. Итак, в этой главе апостол более подробно объясняет, что представляет собой путь превосходнейший, о котором он только что упомянул в 12 главе, и он как бы рекомендует этот путь. Дело в том, что оригинальные тексты, они не были разбиты на главы и на стихи. Это как бы такое сплошное повествование, когда одна тема перетекает в другую. И что мы видим в этой главе? Первое. Апостол указывает на необходимость и важность любви. Ведь сам Бог есть любовь. Таким образом, любовь — это сущностное свойство Бога, и проявляя любовь, мы уподобляемся Ему. Об особом статусе этой библейской теологической добродетели говорится с первого по третий стих. Есть три основных теологических добродетелей, библейских добродетелей — это вера, надежда, любовь. И только любовь выражает сущность Бога. К Богу не относится ни вера, ни надежда, потому что Богу не надо веровать в то, что Он есть, и Ему не надо ни на кого надеяться. Поэтому вера и надежда — это наша категория отношения к Богу, а любовь — это и есть божественная сущность. Второе. Описывая свойства и плоды любви, Павел как бы воспевает некий гимн любви. Это с 4 по 7 стих. Третье. Показывая, насколько она превосходит самые лучшие из даров и другие добродетели, и что она будет существовать и тогда, когда все остальные дары прекратятся. Просто прекратят свое существование за ненужностью. Зачем верить в то, что ты видишь, когда мы будем жить в Царстве Божьем, если Господь сподобит нас, то мы будем видеть объект нашей веры, созерцая очищенным сердцем. Зачем и надеяться на то, что уже свершится. И последняя тема — это с 8 по 13 стих, где Павел говорит о превосходстве любви над всеми дарами и всеми добродетелями вместе взятыми. Глава небольшая, всего 13 стихов, но это настоящий такой библейский центр. Божественный центр, это божественная песня, 13 глава, первого послания Коринфянам. Первого. И мы читаем. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Что значит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий? Что такое медь звенящая и кимвол звучащий? Это металлические погремушки. Лишенный любви, христианин, он как бы только имеет имя, что он жив, он называется христианином, но на самом деле он мертв. Без любви нету уподобления Богу, ибо Бог и есть любовь. Поэтому Богу не нужно точное православное понимание, не соединенное с любовью. У какого существа есть точное понимание православных догматов, но не соединенное с любовью? У дьявола сказано, что бесы веруют и трепещут. По поводу Христа они не ошибались, они говорили, ты святый Божий, Господь, зачем ты пришел раньше времени мучить нас и так далее. Когда Петр назвал Христа Сыном Божиим и Мессией, Христос сказал, что не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец Мой, который на небесах. А бесы, так как они были ангелами и общались с Богом, созерцали Бога, у них органически сохраняется правильное понимание Бога, но не соединенное с любовью, это мертвая вера. Иаков так и пишет, и бесы веруют и трепещут. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, то есть человек-пророк, он знает все догматические тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, он может творить чудеса, это сильная вера у него, а не имею любви, то я ничто. Никому не нужно православие без любви. И может ли быть православие истинное без любви? Некоторые отцы высказывали такую мысль, что здесь говорится как бы с самого начала о некой порочной вере, но это не так. Святитель Иоанн Златоуст пишет, сказав о языках, о языке ангельской человеческой, это дар, который был дан церкви в день Святой Пятидесятницы. Златоуст пишет, сказав о языках, он в тот час переходит к пророчеству и говорит, и если имеют дар пророчества, и это также представляет в превосходной степени, как там указал не на языки только, но на языки всех людей и даже ангелов, и потом уже сказал, что этот дар без любви ничто, металлическая погремушка. Так и здесь говорит не о пророчестве только, но о пророчестве самой высшей степени, сказав, если имею дар пророчества, добавляет, и знаю все тайны, и имею всякое познание, представляя и этот дар в превосходной степени, потом апостол переходит и к прочим дарам, и чтобы, исчисляя их порость, не показаться тягостным, указывает на мать и источник всех их. Все эти дары, они связаны с нашей верой. И опять в превосходной степени, и Иесик говорит, имею всю веру, то есть полное православное исповедание. Недовольствуясь этим, добавляет и то, что Христос признал самым великим, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Переставить гору действительно великое дело вследствие того и упоминает об этом, но не потому, чтобы вся вера могла производить только это, а потому, что людям грубым это казалось великим по тяжести гор. Таким образом, он возвышает предмет и смысл слов его следующий, если я имею всю веру, если даже могу переставлять горы, а любви не имею, то я ничто. Конец цитаты. Затауст затрагивает здесь очень важный аспект. Иногда религиозность бывает без любви и даже вызванная гордыней и раздражением и брезгливостью. Например, Федор Михайлович Достоевский, очень тонкий знаток русской души, он писал, что есть люди, которые во всем неудачники, они плохо учились в гимназии, они плохо устроились в университете, они не нашли нормального применения для себя во взрослой жизни. Вокруг них люди более успешны, потому что более трудолюбивы, они не создали нормальную семью, они тяготятся собственными детьми и так далее. И вдруг рассуждает Федор Михайлович Достоевский, такой человек говорит, зато я избранник Божий, я знаю, как истинно веровать, а все так называемые удачливые люди это сыны погибели, они в ад пойдут, там плачет, скрежет зубов, а я буду наслаждаться в раю. И Федор Михайлович Достоевский делает вывод, и верует в это только гордыне своей ради. Это апология собственной злобы, брезгливости и бесчеловечия по отношению к людям. Такое православие, такой католицизм, такой протестантизм никому не нужен и неинтересен. Апостол Павел далее продолжает, это уже третий стих, «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». С одной стороны, этот человек ничего не оставляет себе, он все раздает, все имение, он становится мучеником, он отдает тело свое на сожжение, но не имея любви, он ничего не приобретает. Блаженный Августин пишет, «Питает голодного любовь, питает и гордыня». То есть, кто-то из любви помогает голодным, а кто-то из гордыни. «Любовь питает ради восхваления Бога гордость, ради восхваления ее гордыни самой. Одевает нагова любовь, одевает и гордыня. Пастится любовь, пастится и гордыня. Погребает мертвых любовь, погребает и гордыня. Все добрые дела, которые хочет творить любовь и творит, поворачивает в противоположную сторону гордыня и гонит их, как своих коней. То есть, человек может даже поститься не из любви к Богу, а по гордыне, и это будет как акт самолюбования. Человек может молиться, читать долгие молитвы, и это тоже будет акт самолюбования. То, что ввергает его в состояние вещи, замкнутой самой себе и на саму себя. Далее Августин пишет, но любовь глубже, она отнимает свое место у гордыни, которая не сама превратно погоняет, но превратно погоняема. Гордыня это то, что использует дьявол, а любовь это Бог, сказано, Бог есть любовь. Августин резюмирует, увы, человеку, чьей колесничьи гордыня, он неизбежно рухнет в пропасть. Не важно, постится, молится, делает что-то еще, это из гордыни, это самолюбование. Амбразиастер, древнехристианский экзегет, пишет, «Ясно, что даже если человек все силы приложит, ни в чем не преуспеет, пренебрегая любовью». Да, ты можешь использовать все свои силы, все твои таланты, но ты ни в чем не преуспеешь без любви. И Амбразиастер делает вывод, «Ибо голова религии есть любовь, а кто головы не имеет, тот жизни не имеет». То есть очень важно, когда мы делаем ревизию своих добрых дел, ведь не все же время мы грешим, мы делаем какие-то благие дела, но какая мотивация? Если это для самолюбования, даже тогда, когда ты один в келье молишься, и никто этого не увидит, не узнает, если это на показ, как книжники и фарисеи, они молились на показ, на перекрестки дорог, чтобы все их видели, милостыню давали на показ, а Христос говорит, «Надо, чтобы твоя левая рука не знала, что делает правая». Человек должен делать все из правильной мотивации. Но как определить, правильная у нас любовь или нет? Правильная любовь не эгоистична. А как распознать, эгоистична наша любовь или не эгоистична? Если мы любим только своих православных, или кто-то любит только своих католиков, кто-то любит только своих протестантов, в этой любви много эгоизма, и нету ничего христианского. Настоящая, неэгоистичная, жертвенная любовь раскрывается в нашем отношении к любой инаковости. Смотрите, что говорит Христос. это тоже гимн любви. Евангелие от Матфея, пятая глава, сорок третий по сорок восьмой стих. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Ну, все так стараются жить, любить любящих и ненавидеть ненавидящих. Православные очень любят православных, католики очень любят католиков. Протестанты очень любят протестантов. Сатанисты очень любят сатанистов. Масоны в восторге от других масонов. Это товарно-рыночные отношения ты мне, я тебе. В них нету никакой ценности. Такая любовь, такие отношения эгоистичны и лишены любой жертвенности. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Это Христос говорит «а я говорю вам любите врагов ваших». Враг это не просто инаковость, это враждебное по отношению ко мне инаковость, наступательно действующее против меня. И Христос говорит «а я говорю вам любите врагов ваших». «Благословляйте проклинающих вас». Очень много было проклятий между разными христианскими конфессиями, и это не дело любви. А проклинать в ответ на проклятие – это язычество, это товарно-рыночное отношение. Христос говорит «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного». То есть только в этом случае уподобитесь Богу и будете сынами Отца небесного. Почему? Ибо Он, Отец небесный, повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и на неправедных. Бог приемлет как своих, так и чужих. И покуда мы будем принимать только своих, свое сердце, и не принимать другую инаковость, мы мало чем отличаемся от людей, которые живут по ветхозаветному принципу око за око и зуб за зуб. Христос говорит далее. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. Совершенство Бога заключается в бесстрастном, благостном отношении ко всему творению. А если мы любим любящих и ненавидим ненавидящих, это как два алкоголика встречаются, и один говорит, ты меня уважаешь? Тот отвечает, да. И спрашивает, а ты меня уважаешь? Тот говорит, да. И один из них резюмирует ситуацию, значит, мы уважаемые люди. Это пустышки, это погремушки металлические. И далее, как гимн любви, Павел восклицает, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. любовь это сила Божия, это сущностное свойство Бога, это то, что выше любых конъюнктурных каких-то соображений, и вот блаженный Августин пишет, и так, используя знание свое, как некий инструмент, которым воздвигается любовь, остающаяся навеки, если даже знание упразднится, ибо знание полезно, когда оно имеет целью любовь, но оно бесполезно и даже вредно, если существует само по себе или оторвано от любви. Так называемое научное знание, сторонники этих знаний верят в какой-то научный прогресс, это больные люди, как минимум. Августин четко говорит, ибо знание полезно, когда оно имеет целью любовь, но оно бесполезно и даже вредно, если существует само по себе, то есть знание ради знания или оторвано от любви. И как в свое время писал граф Лев Николаевич Толстой, наука, то есть вот эти знания слишком заняты сама собой. Научились летать, уже думают, какую гадость сбросить человеку на голову. Изобрели машину обратного боя, строчит пулемет, сеет смерть. Все, что изобретают, оборачивают против человека, во вред человеку. Это знание ради знания, которое уже поставило существование нашей планеты на грань перед пропастью, за которой, возможно, уже проявляется, маячит ядерный Армагеддон. При этом Толстой со свойственным ему юмором замечал, да, есть полезные вещи в науке, там, фонарики, есть какие-то приспособления, которые нам могут пригодиться. Но если бы фонариками все ограничилось бы, они же не останавливаются, люди вторгаются, люди науки, без чувства любви, без чувства элементарной человеческой ответственности, в угоду этого колоса, военно-промышленного комплекса, который управляет уже целыми народами, туда вторгаются, куда опасно вторгаться, это как ящик Пандоры. Преподобный Ефрем Сирин пишет, сверх того скажу, любовь никогда не отпадает, то есть не уничтожается, как уничтожаются ваши дары, кои имеете, также и пророчества, которые имеете, упразднится, и языки прекратятся. Действительно, все это имеет временное назначение, предназначение, это суть средства, но не цель, а цель это Бог. Бог есть первопричина возникновения мира и его конечная цель. Бог, имя которому любовь. Павел пишет, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, все это относительно, а когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится, то есть когда мы увидим тот мир таким, какой он есть. Далее Павел пишет, «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, то есть неопределенно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я позна». В оригинале стоит слово «зеркало». Теперь мы видим, как бы сквозь зеркало гадательно. Почему исправили на тусклое стекло? Потому что в античные времена, до изобретения венецианских зеркал, зеркала были очень мутные. Это медь, которая шлифовалась, натиралась, и изображения на таких зеркалах, они были условные, расплывчатые. А когда в Венеции создали вот эти зеркала в том виде, в каком мы их знаем, это стало очень точное изображение. И чтобы мы не ошиблись, переводят, теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Тогда же лицом к лицу, то есть когда мы войдем в тот мир, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Один час на том свете, без сомнения, равняется высшему богословскому образованию. ибо человек не рассуждает о том, что надмирное, а он созерцает это надмирное и переживает, и распознает его в своей собственной жизни. Святитель Григорий Богослов пишет, никто из людей никогда не находил и не найдет Бога, что он Бог есть по естеству и сущности. Мы даже в вечности не сможем это понять. Найдет же, как я думаю, когда это богоподобное и божественное, то есть наш ум и наше слово соединится со сродным образу, зайдет к первообразу, к которому теперь стремиться. И это, как мне кажется, выражается в том весьма любомудром учении, что мы познаем подобно, как мы познаны. Это святитель Григорий Богослов, трактат о богословии, слово 28-17 параграф. О чем он здесь говорит? Человек это тело, материальная форма и душа. Как сказано о сотворении человека, «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душой живой». Так как в нашей природе присутствует то, что связано с плотяностью, вот это плотяное, телесное, дебилое тянет нас к материальным и чувственным переживаниям и наслаждениям. Но в нас есть душа, которую Бог вдохнул в нас. И вот это духовное начало, оно тянет нас к небесному состоянию. Жизнь человека устроена так, мы ищем какой-то баланс между душевным и плотским, плотским и духовным. Как сказано, дух противится плоти, плоть противится духу. Но не надо искать баланса, компромисса, надо стремиться к горнему. Ибо плотское, то, что создано из праха, в прах и вернется, а дух, то, что вечное, вернется к Богу, который и дал его, как об этом говорится в книге Экклесиаста. И как бы завершая все свои рассуждения, Павел пишет, это 13 стих, а теперь пребывают сие три вера, в этой жизни нам нужна вера, сказано, приходящий к Богу должен веровать в то, что Бог есть, но когда мы придем к Богу, зачем нам будет нужна вера, это уже будет знание, опыт. А теперь пребывают сие три, вера, надежда, в этой жизни мы надеемся, а надеемся мы на то, что мы не видим, но тогда мы увидим, как лицом к лицу, а теперь пребывают сие три, вера, надежда, любовь. Любовь это существенное свойство Богу. Если она проявляется в нашей жизни, она уподобляет нас Богу, но любовь из них больше. И смотрите, что пишет апостол любви Иоанн Богослов, это первое послание Иоанна Богослова, 4 глава, 7 по 11 стих, этими словами мы окончим сегодняшнюю беседу. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Любить друг друга, то есть несмотря на национальные, межрелигиозные, социальные перегородки, половые перегородки и так далее, и так далее, которые со всей очевидностью до небес не дотягиваются. Спасибо вас, Христос. Субтитры создавал DimaTorzok